Время от времени буду возвращаться к WordPress, хотя тема и не пользуется огромной популярностью. Оно и понятно, WordPress не для всех, только для разработчиков сайтов. Но важность этой темы в узком сегменте сложно переоценить. Сегодня поговорим о полезных плагинах. Причем не просто о полезных плагинах, а о полезных плагинах в Кандинском. Это бесплатный конструктор сайтов для НКО от Теплицы социальных технологий. Ссылка на курс по Кандинскому в описании. При установке Кандинского он рекомендует установить несколько плагинов. И вот как раз о них я и расскажу. Они будут крайне полезны и вне Кандинского. Да, у меня тут, конечно, гора плагинов. Значит, Киртулад. Обновленная версия. Потом Events Manager. Менеджер мероприятий. Потом Кирки. Это рабочий плагин, его надо просто установить. Рассказывать не буду. Дальше Yoast.seo. Рассказывал. Ссылка в описании. Очень полезная вещь. Плагин Leica. Тоже плагин от Теплицы для сбора пожертвований. Есть целый курс. Ссылка в описании. И отключить комментарии. Про это расскажу. Начнем с Киртулад. Плагин для замены URL. Значит, добавляем заголовок в статью. Сейчас у нее вот такой URL. Его отображение можно настроить, но человека понятный URL добавить автоматически нельзя. А русские буквы не совсем хорошее решение, потому что они кодируются. Ну вот Киртулад переписывает кириллическое название статьи латинскими буквами после того, как вы сохраните черновик. А вот. Теперь у нас URL такой. Статья. Если вы измените название после сохранения, URL он уже не поменяет. Такой URL закрепился, поменять его можно только вручную. В принципе, в настройки можно не заглядывать, но они есть в новой версии плагина. Например, тут можно добавить собственную версию транслитерации отдельных букв. И даже добавить какие-то отдельные слова, которые он будет транслитерировать по-вашему. В данном случае переводить. То есть вот такой заголовок он преобразует в пис вам. Ссылку на плагин оставлю в описании. У него существует несколько версий. Понятно, что в кандинский вставлено самое лучшее. Дальше отключить комментарии. Очень простой плагин. Отключать комментарии к статьям в WordPress не то чтобы сложно, но нужно лезть в настройки, могут остаться хвосты. Ну вот проще установить плагин и все. Все комментарии будут отключены, если стоит эта галочка. Тоже есть настройки, но все предельно понятно. А мы пойдем к плагину, который называется «Менеджер мероприятий». Удобная вещь, если вы периодически проводите мероприятия и анонсируете их на сайте. После активации плагин появляется здесь. Настроек по нему очень много, но в целом по умолчанию он свои функции выполняет. Добавляем мероприятие. Название. Описание. Дата проведения. Время проведения. Начало. Конец. Можно добавить спикеров. Это из профилей людей. Ну то есть можно посмотреть описание персон. Люди. Это специфический раздел Кандинского. Можно, например, добавить расписание. Или местоположение. Или местоположение. Например, URL. Возьмем из Google. И текст посмотреть на карте. Ну и все. Единственная сама категория events появилась, а на сайте на нее ссылок пока нет. Так что добавим в меню. Вот events. Добавить. Переименуем. Не забывайте сохраняться. И вот расписание мероприятий. Надо было добавить превью, тогда бы тут была красивая картинка. И тут красивая картинка. Ну вот. Так вот выглядит мероприятие. Тут расписание, которое мы добавили. Тут, кстати, ссылка на следующее мероприятие. Тут ссылка на карту. Ну, в общем, все достаточно миленько. Ну, а здесь закладка со всеми мероприятиями, где их можно редактировать, удалять. Ну, в общем, стандартная панель WordPress. Ну, а в ближайшее время сделаю скринкаст по обновленному Кандинскому. Советую присмотреться к этому конструктору от Теплицы. Кто еще не знает о его существовании. Особенно сотрудникам НКО, у которых пока нет сайта. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Валоломов, и Теплица социальных технологий.